Вчера в Камрате, сегодня в Бельцах, завтра по всей Молдове. Страну охватила волна протестов против сговора между олигархом Владимиром Плохотнюком и президентом Игорем Дадоном, который, меняя вместе с ним избирательную систему, помогает воровскому режиму сохраниться у власти на долгие годы. В северной столице в воскресенье на митинг собрались тысячи людей с всего севера Молдовы. Они приехали, несмотря на полицейские кордоны на трассах, чтобы сказать «нет» предательству учиненному человеку, которому на выборах доверили свои голоса более половины граждан страны. Почему вы протестуете сегодня? Против кого? Против Плохотнюка. Разве не понятно? И так всем понятно. Против этого режима бандитского, против вообще этой бандитской власти, которая пришла. Убрать Плохотнюка. Ну что он вам сделал? Что такое? Что случилось? Он делает плохое для всей республики. Мы хотим, чтобы люди жили как раньше. Против Додона тоже вы протестуете? Да. Почему? Потому что он отобманул Рената. Назио, а зачем ты пришел на протест? Солдат Плохотнюк. Плохотнюк. Девзьос, толгарь, ла гувернарии. Ну, варанжазы? Петхо-троим, димпромуд. Я постую, потому что я нашу партию всегда любил, уважаю и скоро буду членом партии. И против кого вы сейчас? Против Плохотнюка, против бандитов всех. И против Додона тоже? Да, он тоже неправ. В данный момент, когда вот так. Он соединился с Плохотнюком. Вот люди кричат, тюрьма Плохотнюку. Вы согласны с этим? Да. Не то, что тюрьма, его надо расстрелять. Тюрьма Плохотнюку, тюрьма Плохотнюку. Пускай узнают, что так не делается с Молдовой. Молдова должна жить. Чтобы убрать это самое, наше правительство такое великое, которое задушило всю Молдавию. В связи с намеченным протестом в Бельцах с утра в воскресенье начался полицейский переполох. Город был буквально усеян людьми в форме, а митинг сопровождали сотрудники спецподразделений, вооруженные дубинками. Несмотря на все это, людей собралось очень много. Ведущая митинга советник муниципального совета Бельцы Елена Гриско объявила, что многотысячное мероприятие проходит в городе освобожденным примаром и командой Рената Усатова от коррупции и воровских схем. Обращаясь к центральным властям, протестующие требовали вернить Рената домой. Сегодня на нашем митинге присутствуют все северные районы, город Бельцы. Всех вас приветствую и благодарю за то, что вы сегодня здесь, за то, что мы все небезразличны, что происходит в нашей стране. Я вам хочу сказать, мы ведь небезразличны, мы будем добиваться нашей правды, поэтому мы здесь, поэтому будем все кричать «Свободу нашей стране!» «Свободу нашей стране!» «Я хочу вас спросить, кто-то из вас присутствующих, кто-то пришел сюда, потому что его заставили прийти или это было добровольно?» «Пусть все это снимут каналы про Катнюка и увидят, что народ не остановит, что мы все тут добровольно пришли и мы будем до конца бороться за свободу нашей Молдовы. Правильно?» «Рената, верните домой!» «За то, чтобы освободили нашего приморя, вернулся домой». «Мы хотим его видеть на свободе и в Бельце». «Выпустили нашего Рената сюда. Мы за Рената». Сам Рената Усатый выступил перед собравшимися по видеосвязи с большого экрана. «Мне очень больно, что человек, с которым мы протестовали, человек, который обещал здесь, в этом месте, перед вторым туром выборов, в присутствии Дмитрия Чубашенко, Елены Грицко, Николая Цеповича и других, кто присутствовал на этой встрече, он обещал, что сразу, как станет президентом страны, мы уничтожим режим плохотника в течение нескольких месяцев. «Додон» предал всех нас, всех тех, благодаря кому он стал президентом во втором туре. Сегодня, когда полгода, многие эксперты, в том числе я, говорил о том, что плохотнюку нужна смешанная система для того, чтобы сохранить власть в Молдавии на следующие 10 лет. «Мы просили Додона подписать бумагу, что он против любых изменений в смешанной системе. Что сделал Игорь Додон?» «Игорь Додон выдвинул законопроект, который нужен плохотнюку, тем самым ставит страну под угрозу, что режим плохотника будет существовать в Молдавии в следующие 10 лет». Ринато Усатый напомнил, что ранее Додон отказался подписать вместе с оппозиционными партиями соглашение о противодействии любым изменениям избирательной системы. Оказав плохотнюку свою услугу, Игорь Додон отправился в Москву на Красную площадь, чтобы при помощи фотографий с Владимиром Путиным попытаться отбелить себя в глаза граждан Молдовы. Ринато Усатый напомнил, что на протяжении последних 25 лет многие молдавские политики прилетали в Москву и фотографировались с первыми лицами, а потом предавали и граждан своей страны, и Россию. «Игорю Додону, к сожалению, достаточно сегодня фотографироваться на Красной площади, жить в Кондрице. Он отказывается от победы на парламентских выборах. Если останется сегодняшняя система, то на следующих парламентских выборах мы можем две партии набрать конституционное большинство. У меня, как у гражданина Молдовы, болит сердце за то, что сегодня страну, получается, возглавил очередной предатель. Мы их видели очень много за последние 20 лет. Хочу сказать, что у Додона не получится долго по заданию плохотнюка обманывать руководство Российской Федерации. Поверьте мне, что позиций может быть много, версий может быть еще больше, но правда она одна. И эту правду должна знать вся страна». Лидер нашей партии призвал собравшихся довести до каждого, в каждом городе и в каждом селе, информацию о совместных схемах Плохотнюка и Додона. Усатый также предложил гражданам задавать президенту побольше неудобных вопросов. «Когда приезжает Додон в Дома культуры, когда он приезжает на встречи, он же постоянно ездит по стране, задавайте ему в лоб вопросы, приходите на эти встречи. Как я говорил вчера в Камрате, вода уводится в ступец, педодон, куагиазма. Может, ему что-то положили в еду, может, ему что-то наколдовали. «Снимите с Додона этот Плохотнюковский гипноз, потому что потеряем как минимум гражданина страны». Мэр Бель заявил также о том, что между президентом и олигархом начал налаживаться совместный бизнес в виде обмена назначениями, начиная от распределения должностей в руководстве газовой отрасли и заканчивая утверждением со стороны Додона коррумпированных судей, известных своим сотрудничеством с Плохотнюком. Таким образом, Додон помогает сохранять коррупционные схемы, в том числе те, с которыми команда нашей партии борется в Бельце. Когда я вижу, как центральные власти блокируют все реформы в городе Бельце, связанные с уничтожением всех криминальных схем, со сносом всех нелегальных, сегодня они, все, что связано с пополнением их карманов, они пытаются сохранить. Вместе с тем, примар заявил, что верхушка республиканской власти боится Бельц, потому что у бельчан есть стержень, и они называют вещи своими именами. Поэтому, как отметил Усатый, в день проведения бельского митинга на улице были стянуты беспрецедентные полицейские силы. Со сцены на центральной площади Бельц выступили также вице-председатели нашей партии. Дмитрий Чубашенко назвал город территорией, свободной от криминального режима. А Николай Цыпович и Елена Пануш напомнили о том, что за два прошедших года в Бельцах при помощи горожан удалось демонтировать долго и тщательно создававшиеся коррупционные механизмы. Бельцы в этом смысле должны стать примером для всей Молдовы. Здравствуйте, свободные бельцы! Здравствуйте, свободный север Молдовы! Это зона, свободная от режима Плохотнюка, сегодня здесь, у нас. О том, что Молдова является мафиозным государством, захваченным Плохотнюком, уже знают, наверное, папуасы Австралии. Недавно, к сожалению, несколько месяцев назад, открыто к этому режиму присоединился президент Дадон с его партией социалистов. Уважаемые друзья, сегодня из страны уезжают сотни людей ежедневно. Сегодня Плохотнику выгодно, чтобы все уехали. Сегодня им выгодно, чтобы закрывались школы, чтобы закрывались детские сады. Мы сегодня за то жить в этой стране, чтобы наша страна существовала как независимое государство, чтобы мы никуда не уезжали, чтобы мы здесь работали и чтобы мы имели здесь право слово и власть должна быть за народом. Жос, Плохотнюк! Жос, Плохотнюк! Жос, Плохотнюк! Жос, Плохотнюк! Исполняющий обязанности мэра Игорь Шеремет рассказал о противодействии, с которым приходится сталкиваться, выстраивая в Бельцах новую систему, направленную на модернизацию, а не на излечение коррупционной выгоды, как это было раньше. Мы должны бороться с теми, которые поддерживают бывших руководителей нашего муниципия, те, которые годами воровали деньги жителей муниципия Бельц, те, которые создали преступные схемы и превратили в рабов наших жителей муниципия, по той же мусорке, по тому же полигону, по сжиганию этих мусоров. До сих пор экология не предпринимает никаких действий. И вы видите, каким образом и почему пассивно реагирует на наше ходатайство, та же прокуратура, те же правоохранительные органы, та же инспекция экологии и другие органы, потому что бывших руководителей муниципия Бельц назначили на ключевые должности в муниципе, в ущерб интересов наших жителей муниципия Бельц. Советник муниципального совета Николай Григоришин заявил, что гордится бельчанами, без поддержки которых были бы невозможные изменения к лучшему. Он рассказал о том, как за короткий промежуток времени городской команде удалось впервые за долгие годы вывести из убытков муниципальные предприятия, а также поднять на новый уровень городской спорт. За год управления городом наш мэр Ренет Усатый из 14 муниципальных действующих предприятий выбил в прибыль 10. То есть они были убыточные, сейчас они в прибыли. Наш мэр впервые за год показал, что на рынках, муниципальных рынках, воровалось 9 миллионов лень. Вы задумайтесь только. Эти хапуги рвали бельцы на кутки. Сегодня, конечно, им не нравится то, что открылось. И вы все эти знаете схемы сегодня, что деньги воровалось. Ничего не открывалось. Сегодня открываются спортивные залы. Сегодня с колен подняли футбольный клуб «Заря». Сегодня... Сегодня Ренет Усатый обеспечивает полностью детскую школу футбола. Это 180 наших с вами детей. Конечно, они его боятся. Они из воздуха нарисовали ему уголовные дела. Мы требуем и заявляем, чтобы вернули нашего мэра. По предложению лидера нашей партии, протестующие обратились к Игорю Дадону с резолюцией. Они требуют, чтобы президент отказался от сотрудничества с олигархом и сохранил систему выборов по партийным спискам, которая не даст демократической партии Плохотнюка ни единого шанса на прохождение в следующий парламент. Мы, представители северного района региона Республики Молдова, участники организованного на нашей партии в Бельцах марша протеста против антинародного режима и митинга за свободную Молдову, констатируем. Молдова остается захваченным государством, которое находится под полным контролем олигархической группировки в лице ДПМ и ее лидера Плохотнюка. К сожалению, в тандем с Плохотнюком вступил президент Дадон. Мы требуем прекратить давление и саботаж по отношению к Бельцам со стороны центральной власти и ее представителей в муниципе. Мы говорим, нет тандема Плохотнюка-Дадон. Рината Усатый призвал всех граждан, которым не безразлично будущее страны, принять участие в большом митинге протеста. 11 июня он будет организован в Кишиневе представителями гражданского общества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok